всем привет на этом уроке мы будем рисовать рыжего котенка масляной пастелью что я буду использовать меня пастельная бумага от бренда малевич вот так вот она выглядит у меня большая папка размер а3 здесь 12 листов здесь есть разные оттенки их можно делить пополам если нужен формат а4 либо использовать большой оттеночков здесь много они разные довольно приятные все коричневые бежевые и зеленые поэтому пригодится практически для любой картины также у меня мелкий малевич достаточно большой набор вот так выглядит коробочка здесь 36 цветов также все оттенки сзади они обозначены мне понравилась эта пастель и как раз ей можно ее можно растушевывать и получаются плавные переходы что очень здорово потому что бывает и более твердая масляная пастель и это сделать практически невозможно также у меня есть отдельные мелки когда я покупала там в подарок была акция в красном карандаше давали коричневый набор на выбор либо белые мелки вот у меня коричневатые они такого наборчика там 6 штук было также есть мелки у меня совсем такие старые детские а еще вот вот так вот они выглядят а это детская масляная пастель она более твердая что можно ими делать какие-то контуры прорисовывать иногда оттеночек добавлять она не будет такой прям масляной она не будет настолько мягкой но все равно где-то можно ее тоже подключать на картину у этой бумаги есть две стороны одна более гладкая а вторая более шершавая сейчас попробую на свет показать то есть у нее больше а вот такой вот текстуры будет и я поняла что мне больше нравится та страна которая более гладкой на ней текстуры есть все равно но получается более реалистично более гладко но тут уже что нам больше нравится эту эту можно использовать можете попробовать разные варианты давайте с обратной стороны закреплю лист бумаги и будем начинать по цвету охра как раз неплохо подходит вы можете взять какой-то желтоватый оранжеватый оттенок может даже оранжевый чтобы было яркое свечение у меня он недостаточно яркий но все равно будет неплохо для нашей картинки перекрывается тоже достаточно хорошо я веду что чуть-чуть да конечно бумага может светиться при нанесении мелка а то такой легкий тон может быть но прикрывается мелками вполне неплохо салфеточку я буду рядом использовать на нее я буду складывается мелки которые в работе чтобы они не ускользали и чтобы сильно не пачкать поверхность стола и так мы наметим сначала да для этого нам будет нужен мелочек посмотрю может быть у меня какой-то остренький есть так потому что вот этими плохо рисующими ими хорошо намечать так как они будут более твердые да то есть масляная пастель тоже бывает и более мягкая и более твердая сначала сделаем общую композицию я думаю может быть нам еще сделать формате открыточки чуть-чуть не задействованный край оставить вот так вот обыграть ее чтобы не полностью уходить да давайте так и сделаем то есть я такую небольшую рамочку где-то около сантиметра к оставлю по краям но мягко растушуем будет выглядеть хорошо по картинке видно что это сгенерированная картинка некоторые вещи да так странно смотрятся например вот здесь какие-то пушистости оливкового цвета немного непонятные на дереве но мы проведем более такому реалистичному варианту и меня еще смущает лапка которая дальняя вот передняя лапок которая дальше находится она как-то странно развернута я бы наверное сделала так что две лапки стоят едино вот как ближняя ближняя к нам лапа мне кажется это будет логичнее то немножко странно вот так у него она смещена боком ну а все остальное хорошо да по веточкам тоже есть какие-то моменты это мы все скорректируем а намечаю вот таким коричнево-красным чтобы он был виден на цвете моей бумаги и так снизу пойдет бревно дерево на котором сидит котик то есть примерно постараюсь вот столько оставить рамочку я думаю какие-то небольшие изменения если что можно вносить сам референс но в целом композицию всю мы передадим по расположению кота по его размеру до сверху есть достаточное пространство практически такой же вот как снизу сначала намечаем общую форму очень легко потому что потом возможно будем поправлять так как это котенок не взрослый под размер головы здесь может быть более крупный сам по себе показываю изгиб спины здесь у нас ведро будет задняя ножка ну где-то так спрятано делаю спинку сразу покруглее и здесь можно будет пушистее добавить голову с ушками то есть самая крупная масса получается вот здесь а где ножки до досочку наверное еще буду продлевать сюда тут же плюс-минус и передняя лапа будет грудка у нас выступает примерно на уровне лапы будет находиться тут пойдет шея и носик да нос кстати видите он больше выходит вперед чем грудка сразу сзади слегка добавляю когда рисуем голову у нас удобно что в профиль округлая линия снизу к носику дальше небольшой отрезочек более такой горизонтальный добавляем лоб и сюда мы помещаем ушки одно и второе вот так будет за ним главное не делать очень маленькой голову а то будет ощущение что это взрослый под но получится взрослый ничего страшного нам главное найти первый такой силуэт вниз перехожу на лапу тут дерево на котором он сидит делаю подлиннее вторую часть здесь на какой-нибудь кустик такой покажем по глазикам да это мы потом поправим его вот сюда будем ниже располагать хорошо мне хочется еще чуть-чуть его сделать пушистее у нас есть хвост который мы будем вниз уводить волосатый так котик есть по размеру головы сейчас сравните даже мне кажется можно было бы еще чуть крупнее его показать я кстати самого кота сделала крупнее так ну я наверное я наверно я наверно все таки оставлю просто нам будет удобнее маленькие детали рисовать если он будет более крупный сам по себе давайте голову чуть чуть я увеличу она конечно еще повыше пойдет но зато будет будет он более маленький так здесь он сидит на фоне домика покажем домик острые крыши да чуть-чуть будут идти передвижения небо я хочу чтобы оставалось видно здесь идут крыши домов вот так уходит повыше можно сделать еще треугольную крышу снизу здесь потом мы добавим мягко как раз будем растушевывать окошки а и добавляем осенние листики здесь у нас клены пойдут примерно до намечаем где они будут находиться форму сейчас можно всю не прорисовывать здесь пускай идет дерево здесь тоже поверхность ведь все равно я хотела оставить зашла за контур так быть чуть чуть его еще пониже конечно ну ладно я бы снизу просто у меня убрала бы так вот этот кусочек потом вот так вот чуть-чуть еще дать немного по ширине момент чтобы он худенький совсем не получался может быть еще чуть-чуть я его расширю капельку а то с одной с другой стороны спинку можно будет сделать покруглее давайте немножко подробнее я сделаю прорисовку мордочки сейчас только самое основное где нос обозначаем кончик носа дальше глаз по форме идет таким как ромбиком с мелком очень четко сейчас сделать не получится но когда будем добавлять 100 мы сможем там уже скорректировать у нас также здесь пойдет щечка полосочки полосочки чуть поближе кстати глазику и глаз в целом можно немного еще ближе передвигать к носу чтобы вот эта часть боковая она была там побольше я могу другим темным мелком себе наметить что у меня в целом глаз чуть-чуть я еще буду сдвигать его левее вот так сюда же добавлю полоску ушко 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 больше еще на нас развернуто и чуть потоньше поуже справа хорошо на самом деле вот такой вот зарисовки нам сейчас будет достаточно мелочи будем уже позже все добавлять давайте мы начнем как раз таки с фона заодно разрисуемся нам понадобится такой вот спектр белый желтый оранжевый белый точно будет нужен он пойдет как свечение кстати для чего еще нужны салфетки чтобы протирать наши мелки здесь приближенная гамма не так страшно вот когда композиция идет более в разных оттенках там нужно чтобы один цвет не попадал в другой потому что может пачкаться делаем часть неба я наношу белый мелок довольно густо сейчас можно зайти на листики постараюсь небольшую хотя бы рамочку как я планировала оставить белый наношу для яркости потому что потом хоть я буду добавлять желтый все равно он будет с белым перемешиваться будет становиться более ярким у меня вот видите они все в зеленом мелки я поэтому чуть-чуть протираю это можно и сухой кстати влажной салфеткой тоже можно их кончики протирать немножко домешиваю сюда желтого белый также пойдет справа от крыши добавляю его сюда где-то между листиками да пускай будет на котике понятно там тоже белый но пока сюда можно не заходить нам нужно нанести достаточное количество стели чтобы мы могли растушевать и чтобы она могла мягко работать отчерчиваю белые линии крыши ввожу немножко вниз и будем к теплому добавлять еще дополнительные сюда оттеночки перед этим можно попробовать уже растушевывать когда у вас достаточный слой видите что будет происходить он даже пальчиком будет перемешиваться будет становиться очень гладенький вот такой нажатие более сильное если вы привыкли работать с сухой пастелью тут будет происходить немножко иначе но все равно это будет довольно удобно так чуть-чуть можно на небо добавить серого лучше не очень темного а еще можно добавлять туда различные розовые и сиреневые будет красиво розовый у меня достаточно яркий поэтому его нужно будет хорошо растушевать а еще к нему можно будет наверх добавить желтый тогда он станет более теплым вот так вот смягчаю тут могут небольшие катушки образовываться их просто убираете из картины немножко серого направо замешиваю с белым капельку туда просится теплый ближе к котику тушевую туда же и можно взять еще белый добавить поярче во-первых да на уголочек если нужно чтобы цвет прям остался ярким то не растушевываете очень сильно иначе он размажется не будет смотреться таким насыщенным например вот облачка можно легко показать добавить наверх мелок но его не тушевать немножко совсем смягчаю вот у нас силуэт уже проглядывается у домиков чуть-чуть я бы по форме скорректировала будем делать домики мы сможем поправить давайте мы к ним и приступим на них да какие оттеночки вот я с более твердым моим мелочком начну добавляя туда золотистый чтобы здесь показать что будет идти свечение теплого на крышу слева также смотрим где там еще может быть теплый на левую часть снизу где окошки сразу скажу вот эти мелочки они будут хуже растушевываться они прям будут более твердые но для добавления небольшого нюанса цвета это будет работать хорошо и дальше мы берем уже мягкие мелки здесь здесь можно обозначить крышу по точнее прорисовать границу здесь причем где падает цвет будет посветлее да то есть будет более золотистый оттенок по правой стороне будет более холодной первый слой на крыше с таким вот бежеватом добавляю смягчать его я тоже буду показываю что контур более высокой крыши немножко идет наверх здесь обозначаем границу темной крыши и показываем такой треугольничек пока что без деталей потом мы можем и на полосочки разделить сделать уже поконкретнее так как это дальний план здесь может быть не очень много прорисовки крыша которая остренькая с правой стороны я ее светло-коричневым тоже увожу пока что да мы в целом не темним а чтобы добавить в будущем холодный оттеночек я думаю мы сможем взять и какой-то фиолетовый даже добавлять на этот бежевый давайте подчеркнем границу вот так пойдет граница крыш ниже я буду добавлять окошки пока что оставляю прямоугольник окошки окошки у нас тоже такие интересные они выдуманные ну пускай будут сказочная история в целом довольно волшебное состояние у пейзажика у кота заходим захожу в листики в дерево по правой стороне вот за котом которая границы крыши слева снизу показываю справа от нее вниз тоже добавляю такой бежеватый заходим немножко на дерево чтобы потом его сделать более пушистым уже сейчас небольшую растушевку получится сделать будет да где-то просвечивать бумага но в целом видите она будет так вот чуть-чуть смягчаться растушевываться и даже так интересный эффект получается но мы конечно добавим еще туда больше пастели чтобы у нас смотрелось это помягче можно взять какие оттенки это может быть какой-то светло-бежевый да либо светло-желтый я бы сразу показала местечки там где пойдут будущие блики например на трубе потом часть крыши вот здесь левая сторона честно говоря даже быстрее получается иногда рисовать масляной пастелью чем сухой да хотя сухой кажется раз и мы заполняем сразу всю плоскость но мне эффект прям очень понравился здорово здорово что сейчас у нас есть варианты взять масляную пастель и с ней с удовольствием работать вот те которые обычные мелкие показывала с ними прям тяжело работать здесь оно пойдет попроще сразу как будто нужная форма появляется да может быть не все контуры можно прорисовать но сильных пока трудности в этом плане не возникло и очень живописно очень мягко наносится приятно тоже мне нравится что можно растушевать сразу вот раз такие блики да и и пожалуйста домик как будто готов немного вписывают туда еще теплого здесь мечет зеленого попала на крышу но я думаю не страшно а его компенсировать можно добавив оранжевый более яркий тоже его немножечко очищу подсветим например вот так сразу вот какое-то ощущение до такой масляной живописи которая не пачкается прям здорово ладно где еще мы хотели сделать посветлее давайте мы тут такой уголочек что ли дома да идет еще одно окно покажу и свет накрыт выше которое ниже находится покажем окошки намечаю сначала более-менее четко дальше растушую здесь они у меня в краешек будут уходить не буду полностью прорисовывать оставлю тут такую мягкость такой вот намек на окно то окошко которое правее его бы конечно сделать более холодно но давайте пока да пока общую форму я намечу с таким же розоватым светлым по цветам по цветам тоже набор довольно неплохой не сказала бы что каких то не хватает все довольно интересные потому что часто бывает много одинаковых красных либо синих здесь все довольно сбалансировано а разделение окошек пополам еще посередине чуть-чуть можно светлого вниз добавить видите вроде бы растушевывается но в то же время мягко получается по цветам смотрим ну да какой то бордовый да какой то розовенький сиреневый можно чуть-чуть добавлять я возьму вот такой бордовый неплохой оттенок под крышей вообще как будто в красный да уходит свечение пока с ним по работе видите по уже готовой поверхности такую четкую линию довольно тонкую я могу сделать мелком это удобно потому что поверхность становится выглаженной можно хоть такие вот тоненькие вещи там намечать поэтому даже конкретику можно показывать масляной пастелью при растушевке бордовый немного увозят фиолетовый то что нам и нужно немного серого можно добавить вниз даже такой чуть-чуть потертый эффект который образуется на основной части дома кожа довольно интересно смотрится еще какой момент здесь будет происходить со временем да ну какое то количество минут масляная пастель она все равно погружается в бумагу и ну не то что подсыхает так сказать наверное нельзя выразиться но немного будто бы впитывается и можно добавить потом еще слой если вы добавили какой-то белый либо яркий да оттеночек и потом ну видите но никак не получается добавить еще например очень плотный слой получился то спокойно можно к этому участку позже вернуться я немного смягчаю окошко хочется немного там похулиганить я бы добавила для холодного даже туда голубенький а еще был какой-то сиреневый здесь или не здесь можно добавлять даже вот такие вот фиолетовые вот это вот детская масляная пастель которая не растушевывается но оттенок она все равно дает и вписывается туда в общую картину поэтому я их даже использую а они просто миллион лет наверное у меня уже лежат тем более что вот такие сиреневатые оттенки они будут красиво выглядеть с нашим рыжим котом потихонечку идем на затемнение добавляю коричневый здесь неплохо что сам вот этот коричневый оттенок он немножко разбеленным смотрится здесь это хорошо потому что ощущение такого туманчика даже что ли можно затемнить крыши которые справа по более мелкой растушевки возможно возникает вопрос если хочется маленький какой-то объект растушевать да то как это делать я попробовала разные способы неплохо работают кисточки которые такие довольно плотные получается это сделать пальчиками конечно лучше всего но потому что они теплые в том числе хорошо растушевывать поэтому ну и заглаживают больше знаете что может здесь подойти это так как бы размышления бывают у меня был такой карандаш типа карандаш для глаз где с обратной стороны такая вот как резиночка которая тушует сейчас его уже нет но я вот прям вспомнила об этой поверхности вот такая вот как бы прорезиненная вещь она бы хорошо растушевала и в какие-то уголки можно было бы добираться с растушевкой пальцами тоже вполне можно справиться да потому что растушеванные поверхности мы можем взять еще там конкретики добавить тем более сама тушевка она происходит другим образом не так как с обычной сухой пастелью окно я сейчас слегка затонирую затушую а потом добавлю еще на него осветление а у меня так вот этот был более светлый серый вот можно добавить его туда чуть-чуть как раз холодиночка здесь появится подсвечиваю также немножко крыши с холодным подсвечиваю немного втушую чуть-чуть смягчаю где окошки и если нужно можно еще сделать там почетче светлые оставляем почетче именно внутри можно добавить я бы наверное не стала делать светлее это точно я имею ввиду раму у окна я бы сейчас так оставила так смотрю по цветам какой-то у меня рыженький куда наверх прям просится под крышей под крышей видите он небольшой да такой нюанс нам добавит тушевый в основной цвет может быть сразу добавим туда листиков которые летят у меня есть такой оранжевый и есть еще более золотистый оттеночек его нужно будет тоже протереть и есть еще более и тоже можно будет их перемешивать сейчас потому что он зеленым хочется чтобы был и не ярко оранжевый и не желтый какой-то между ними цвет огонечки вот эти листочки которые идут на самом доме попадают где можно поярче намечаю с оранжевым сейчас вообще будет очень приятно рисовать потому что они прям как по маслу в буквальном смысле будут намечаться если яркости не хватает вот здесь можно взять и как будто точку поставить с нажимом тем самым больше мелок оставит цвета будет и мягко то есть прям здорово получается наверху можно конечно и посветлее но так тоже неплохо он работает именно с нажимом можно сделать вот такие вот яркие нанесения хорошо давайте мы сделаем наверное еще чуть-чуть пущу сюда листочков так какой-то полетел наверх сразу более яркое огненное состояние выходит крышу забыла я чуть-чуть давайте крышу доделаем еще одну вот здесь вот здесь начать можно с серого только который потемнее можно серо-коричневый взять там какой есть право увожу знаете что еще здесь любопытно что вот у пастели ну у любой сухой я имею ввиду так как пигменты разные мелкие тоже могут быть разные по мягкости какой-то пигмент ярче рисуют какой-то нет и так далее здесь они все ну можно сказать одинаковые мне кажется даже одинаковые по своей степени мягкости и насыщенности вот так любопытно так что все рисуют одинаково мягко хорошо заполняю поверхность чтобы растушевать в дальнейшем добавляю темный оттенок коричневого вниз здесь есть арочка небольшая а тут уже какие-то кустики такие начнутся они же листочек вот я к нему тоже подошла просто когда мы эту часть сделаем потом будет нам удобно показать здесь деревца кстати про вот эти деревца сюда пока не забыла можно побольше добавить растушеванного серо-коричневого чтобы эти цвета просвечивали и листья выглядели более яркими так вот так вот сюда вписываю и мы можем растушевать крышу домика снизу серединку серединку слева вот эти все пушистости неровности оставлю будет более таким легким воздушным смотреться рисунок а дальше я бы добавила больше светлого но какого-то теплого все-таки на серый чтобы подчеркнуть арку что она темнее на серый вот светло-розовый добавляю он его немного осветлит на крышу сверху можно еще чуть-чуть сделать вот такой вот намек на контур и можно будет добавить темный темный коричневый либо ну вот да лучше темно-коричневый наверное черный наверное не стоит у нас чтобы мягко там было даже вот здесь пока наверное затемнять в черном не буду стараюсь чтобы из темных только коричневый оставался но уголок делаем почетче так и можно арочку еще более вот такую округлую доделываем со светлым чуть светлого можно на саму крышу а здесь может быть даже светло-желтый да может быть какой-то давайте такой розовый попробую но нет все-таки желтоватым хочется на крышу для для свечения отлично по правой стороне немножко еще тут от салфетки пушистости чуть больше яркости контур более точный вот такой вот такой здесь значит лист тут потом коричневый кстати там что-то даже теплое еще более теплое есть внутри арки можно немного вписать туда бордовый и еще более скошенную ее форму делаю там что-то светлое да проглядывается давайте добавим а то она очень темная получится хорошо сейчас будем делать дерево начнем с оранжевого оранжевый прям яркий луч взять и нам нужно будет снизу вот где дерево идет и вот эти странные пушистые кустики начинаю отсюда примерную форму обозначаю что касается котика да котику котику мы подходим вот прям наверно до красного ну либо каким намечали контура изначального так легко легко дальше чистым пальчиком чтобы много коричневого туда не залезала растушевываю потому что оранжевый только вот снизу пускай светится и дальше добавляем посветлее оранжевый либо можно какой-то желтенький и здесь вот такую мягкую прорисовку мы показываем там пистью крона более светящиеся элементы в глубине да потом можно будет больше затемнить темных каких-то коричневатых добавить для объема в том числе чтобы шерстка выделялась потому что по сути контур кота он самый белый он должен быть самый-самый яркий такой так докуда нам доходить да я думаю что а здесь видите больше расстояния получилось точнее я сделала меньше окошка но она там очень большое было гигантское давайте тогда я больше зайду окну вот сюда а то наверху прям на окошко заходим намечаем где пойдет крона дерева небольшие промежутки можно оставить там даже что-то вроде бы такое светится может быть из части дома дальше можно перейти на желтый теплый желтый нам будет нужен с ним более ярко делаем кончики дерева где вот крона заходят на окно поближе к мордочке здесь разными путями да можно идти можно перемешивать с оранжевым тогда будет более нейтральный а если вы будете прям вот с нажимом оставлять часть мелка то получится вот такие вот яркие блики красивые для этого нужно прям как будто вот так сильно промокнуть оставить там мелочек здесь кажется как будто большой лис но это довольно странно но попробуем как крону его обозначить снизу также можно несколько с нажимом показать следите чтобы более темные участки тоже оставались это будет для контраста рядом со светлой частью котика где он светится но сверху посветлее еще побольше давайте желтого сюда в серединочку добавляю тоже с нажатием так здесь немножко у меня коричневого не хватает да но у меня покрупнее получился котик поэтому чуть чуть перемещения возникли добавлю коричневый и добавлю даже больше рыженького потому что он потемнее чтобы силуэт кота был лучше виден здесь над носиком тогда тоже больше оранжевого со светло-коричневым его замешиваю где котик мы можем его немного сократить пока нос поменьше делаем так добавляю туда еще оранжевый и желтый желтый идет наверх все закрыли этот участок можно еще доработать снизу единственное смотрю может быть крышу чуть чуть продлить а то очень много прям по контуру именно дерево идет а то теплого имею ввиду также по коричневому ближе к котику можно добавить темные такие участки в листве чтобы появились для еще большей яркости я могу взять даже какие-то с желтым лимоном добавить объединю с желтым вот таким теплым это такой на кадмий похож соединяю да какие-то участки пускай будут более заполненные где-то они будут такие посвободнее снизу также еще немного листовые добавляю парочку желтых наверх так проверяем нужно ли снизу что-то поправить какие-то можно совсем такие вот легкие мягкие уже перемешивая с фоном с тем же с коричневатым сюда давайте сделаем тогда верхнюю часть над котиком что тут получается первый тоже может быть коричневатый это для того чтобы его больше подчеркнуть и так вот у нас одно ушко есть второе оно идет за ним поэтому от него добавляю немного коричневого в целом чуть-чуть меньше да мы делаем самого котика потом можно будет уже попушистее его добавить возьму даже посветлее у меня видите плюс вот этот набор добавился который я взяла отдельно где 6 мелков коричневых разных поэтому тут много прям оттенков что касается потом клёна на переднем плане его будем после добавлять сначала те деревья которые фоном идут так вот широко намечаю туда же давайте оранжеватый яркий возьмем у меня их два один вот более получается неоновый более насыщенный второй он потеплее ближе в сторону желтого но который яркий он хорош потому что все равно да мы потом добавляем желтые они будут с ним перемешиваться и будет красиво смотреться заходим немножко на облака единственное такой прям ореол получился вокруг кота как будто специально мы его сделали меня это немножко смущает поэтому чуть-чуть коричневого как бы поглубже как будто там здание рядом с мордочкой я сделаю а здесь можно взять и вообще с белым добавить как будто здесь больше небо просвечивает будет по естественнее смотреться ну ладно давайте закончим эту область и в целом можно белый туда будет добавлять можно теперь желтенький цвет бумаги вообще он подходит да под композицию если он где-то останется тоже ничего страшного я бы наверное немного растушевала какие-то да оставляем более четкие участки а где-то можно смягчить а где-то можно смягчить так а здесь дерево да я хотела показать наверху тоже можно помягче и можно даже взять какую-то охру вообще у меня видите их столько разных такая охра и более желтоватый потому что некоторые были в наборе да какие-то вот эти дополнительно мне достались добавляю охру чтобы там он не был слишком ярким и те листья кленовые которые добавим поверх они получились более насыщенными такой тоже желтый довольно красивый золотистый по оттеночку заполняем будто такими пластами где-то остается темный и там же оранжевый где-то больше светлого пойдет чуть-чуть можно темнее сделать в глубине этот очень в красный уходит хочу взять коричневый но не очень прям темный может быть дерево сделаем давайте сделаем наверно давайте доделаем правую сторону прям до котика потому что она все равно более устойчивая к прикасаниям масляная пастель если сухой сравнивать в особенности здесь уже плавно доведем и потом будем делать дерево а потом потом уже пойдем вниз в сторону кота чуть-чуть можно еще оранжевых растушевываю коричневый добавляю справа от котика немножко с ним можно уйти вниз здесь смотрим как идет вот этот вот дерево на котором он сидит давайте вот так как-то обыграю коричневый коричневый потом туда оранжевый такой красно-оранжевый более яркий но он и потемнее растушевываю вот такой вот мягкий контур образуется и дальше можно добавлять желтенький и золотистый и параллельно сейчас мы сделаем несколько веточек это все дальний план да это без тех листиков которые прям вот выходит сюда котику как бы нависают над ним получается он сидит под деревом у нас несколько таких вот светящихся снизу да можно подсветить например часть дерева где он сидит следим чтобы заполнение было не однород где-то они могут быть поярче да листики где-то больше нажимаем какие-то участки прям совсем будут мягкие что касается веток нужно взять коричневый который такой красноватый будет уходить и добавляем несколько веток таких можно легеньких тоненьких в том числе можно и некоторые затемнения добавить а дальше мы их вписываем и втушевываем смягчаю добавляю добавляю оранжевый чтобы они более естественно смотрелись веточки да хорошо чуть-чуть можно помягче ближе к котику сейчас можно наметить наше дерево берем темный коричневый сделаем давайте веточки ствол немного покажем тут ветка такая она потерялась исчезла потому что она сгенерированная картиночка мы сделаем все как по-настоящему тут можно маленькую веточку наметить наверх стремимся пускай как вот такой вот навес небольшой да образуется над котиком а по готовой поверхности будет очень мягко все идти дерево вот тут начнется а мы его темным очень делать не будем потому что оно будет уходить в край листа соответственно можно взять изначально даже какой-то ближе к красноватому рыжеватому добавлю сначала такой а потом может быть еще чуть потемнее это для дерева вот здесь оно пойдет потом берем красно-коричневый коричневый темный добавляем и немножечко растушевываем фон и наверх также по оттенкам да можно показать и текстуру немного поэтому слегка добавлю туда более темный прям сильно какой-то кору там не будем прорисовывать так мягко покажем веточки также можно чуть-чуть пригладить и плюс давайте добавим парочку веток для тех листиков которые будут наверху тоже их смягчаю с небом и можно сейчас будет приступить уже листочком по цветам по цветам по цветам я бы начала вообще с такого желтого посмотрим как он будет там виден если не виден мы краешки его сделаем более яркими он немного теряется поэтому беру желтый потемнее и с ним уже можно края почетче сделать но внутри пускай он светится там еще несколько листочков прям на веточку добавляю по цвету тоже оранжевый да теплый такой желтый чтобы получался так давайте сделаем как будто тут кленовый выглядывает желтый туда же а у меня еще был коричневый такой который плохо рисует красно-коричневый с ним можно прям легкую прорисовку делать он не будет сильно заметен но можно будет отдельные вот такие полоски показать вот так уже красиво здесь я бы оставила свободное местечко а вот уже ближе к правой стороне тут можно еще добавить часть листочка возьму возьму хочу взять золотистый такой оранжевый заполняю заполняю увожу немножечко в контур и добавлю туда можно несколько прожилок чтобы подсветить на какую-то часть листика например на верхнем можно добавить там желтенького пусть блестит но они все равно будут потемнее чем небо что у нас дальше дальше мы переходим к ветке так лист листа вот здесь уже другая ситуация видите что тут происходит какой то можно еще добавить такой средний желтый листочек а потом нужно будет перейти на более светлые участки тут наоборот темный сзади будет лес хотела я сказать ну может и лес а листочки у дерева они будут посветлее вот тут добавили да нужно прям светлый желтенький взять можно взять даже яркий он не совсем нам подойдет по цвету но по тону он будет просто более светлым и если что мы там его доработаем плюс нужно учитывать что в какой-то степени он растушуется так здесь тоже добавлю яркий найду их расположение можно еще там уже я вглядываюсь потому что они немножко из таких разных частей идут а нам нужно более естественно показать вот вот такой вот например да мы делаем кленовый у нас что-то что-то между кленом каким-то еще деревом получается здесь можно основную массу листочков а потом туда для более теплого цвета чуть-чуть добавляю оранжевый и можно с желтым теплым там перемешать получится что все равно светящиеся они яркие но не лимонные по цвету листики плюс будет несколько оттенков это тоже хорошо я бы еще добавила белый для дополнительной подсветки белые конечно те мелки которые в первую очередь заканчиваются но так оно везде да и в пастели в любой да и в любых красках также листик чуть-чуть подсветили красиво можно прожилочку там добавить пару бликов сверху если слишком яркие блики вы подтушевываете и перемешиваете с желтым например здесь у нас идет дерево слегка его контур можно уплотнить чуть-чуть оттягиваю контур в правую сторону чтобы было мягче вот такой интересный у меня ляжет оранжевый он больше знаете для таких дорисовок оранжевые ближе к дереву пойдут листья парочку свечений туда можно и можно будет ниже переходить что у нас тут есть какой-то светлый лист его добавлю добавляю желтым уголочек здесь или пониже я думаю там такой уголочек торчит а может быть сделаем просто цельный лист который сбоку вот так виднеется добавлю желтый поярче так листик заполняем а здесь пускай будет небольшой уголок там уголок тоже красиво смотрится он довольно четкий можно какой-то еще вот здесь снизу показать и пусть он стремится туда за фон можно тоже вот такими растягивающими движениями делать плавные переходы будет смотреться очень неплохо парочку бликов туда хорошо эти листики мы сделали осталась верхняя зона там несколько доделочек можно более спокойным с охрой например перекроем веточки и добавим туда еще оранжевый тоже немножечко оттушевываю возможно какая-то да из веток будет более яркая более четкая да хорошо давайте наверное перейдем к коту а потом уже ниже мы все доделаем приближу чуть-чуть зону с котиком так давайте разбираться начнем мы с головы естественно всякие там усы брики это будет в конце но усы точно с бликов кстати можно и начать сейчас хорошо было бы если бы мы сразу сделали светлый контур поэтому немножечко я клячкой убираю наш первый рисунок с красно-коричневым сильно клячка она конечно не уберет да но в какой-то степени чуть-чуть она будет забирать пигмент немножко поэтому можно и пройтись чтобы у нас белый не становился уж очень-то розово но если что будем желтым да желтым точно будем подсвечивать я думаю по лобику немного пониже его сделать хотя попробую его передвинуть аккуратненько там чуть-чуть буквально сейчас просто с глазиком сравниваю и хочется сделать пониже а мы хотели еще добавлять белый туда вот как будто небо как раз можно сделать и вот здесь даже подсох немного слой и я вижу что мелок он лучше набирается то есть он рисует более ярко потому что чуть-чуть вот ну можно знаете даже не впиталось назвать этот процесс а как-то вот она там подсохла что ли в общем случилось там что-то с пастелью и поэтому поэтому уже лучше ложиться я освобождаю часть мелка потому что белый вот он уже потихоньку начинает сокращаться ладно давайте проверять наш контур начнем с лобика я добавляю туда белый чтобы был такой степлиночкой можно немного совсем чуть-чуть добавить туда желтого капельку сейчас я его протру на всякий случай желтый-желтый прям яркий но добавляю я капельку чтобы подсветить там все наши уши то что справа пойдет и потом будем двигаться ниже итак с белым мелком лоб прочертили на лбу там шерсть она особо не длинная не пушистая поэтому тут можно не пушистить сильно первый слой он может идти прямой линии от лобика подходим к ушам здесь сразу можно наметить несколько пушистых волосков острой стороной мелка сделать ушко которое находится дальше немножко там показать такой намек на кисточку дальше ушко которое ближе здесь у нас пушистость присутствует у меня ушки больше такие торчком но если нужно будет кисточки будем добавлять опускаемся ниже следим за силуэтом здесь шерсть будет становиться более пушистой поэтому от нашей линии мы как будто оттягиваем и делаем вот такой пушистенький контур что сразу можно здесь показать здесь изгиб шеи идет вот он с правой стороны мы видим такой холмик небольшой и вот такие вот прорези в общем арочки шерсти мы добавляем потому что шерсть длиннее здесь становится вот показали и по этой форме попробую еще получится может быть чуть-чуть желтого сначала добавить чтобы он с теплым прям светился и добавляю теперь белый вот такой вот он немножко взъерошенный получается ой по направлению только чего-то его раз так сократила здесь больше выступает вот где шейка поэтому продлеваю нашу пушистость так вот уходим и где-то прям тоже можно с нажатием добавить белый на самом деле эту зону можно будет тоже доделывать когда чуть-чуть пройдет времени можно будет еще добавить слой поярче на лоб на лобике между лбом и шея есть светлый белый добавляю его туда добавляю в ушко сейчас сматриваюсь на наш носик носик у нас аккуратненький если слишком большой сделаем за счет фона будем убирать так можно чуть побольше а то щуки такие вперед выпирают так рядом кстати храпит мой кот прям за мной но я думаю на камере это не слышно такое сопровождение очень громко храпит щеки да выступили что тут дальше подбородок еще один холмик чуть поближе к щекам а дальше свечение на шее так ну вроде бы ничего похоже и можно сделать несколько таких вот пушистых волосков оттягивая на фон силуэт потихоньку начинает складываться у меня такой конечно немного не причесанный но это за счет того что вот справа там еще облагородим добавим шорстку давайте давайте мы тогда уйдем на грудку тут уже привычка знаете такой сухой сухая пастельная привычка что боишься что сделаешь ниже потом как-то заденешь растушуешь случайно здесь это более безопасно происходит а я стирала здесь интересно клячкой пробовала чуть-чуть убираю добавлю желтого подложку вот так пойдет лапа вторую тоже наверное давайте обозначим как бы она за ней стоит потому что там она странника там конечно подушечка она располагает но немножко немножко она странно там выглядит делаем округлую грудку вниз ухожу смелком дохожу до лапки здесь ну там красивые конечно свечение можем тоже чуть-чуть пушистее сделать снизу как будто там лапка вперед выступает вот дальняя на нее тоже добавлю свет и сейчас можно будет такими небольшими штрихами полосочками от белого мы покажем что на груди она довольно пушистая шерстка подлиннее тут возможно вы будете немножко да рыжеватые затягивать это возможно это нормально поэтому мы первую линию сделали такую вот гладенькую шею чуть-чуть меньше шерсть становится дорабатываем можно несколько длинных шерстиночек пониже и здесь я бы тоже еще ее продлила я думаю немножко можем все-таки смягчить относительно фона так будет неплохо давайте еще тут чуть добавлю только я имею ввиду чистым пальчиком вот где грудка мы можем немного вот так вот уводить на фон чтобы не резкие линии были там потом белые на основной на основную линию мы добавим это для того чтобы казалось что наши линии потоньше помягче так и можно сейчас уже ближе к серединке поинтенсивнее добавить больше белого по стороне тоже можем немножко добавить свечение но здесь я бы сделала больше подложку с желтеньким можно даже теплого желтого добавить и потом там уже дорисовывать с белым но снизу там темный силуэт пойдет пойдет туда сейчас не добавляю и ведем такую светленькую полосочку пушистенькую стороны увожу и где-то посерединке спины можно будет закончить здесь даже более гладкая смотрится шерсть поэтому можно пригладить и будем приступать к рисованию нашей мордочки вот так сделаем что у нас есть контур сделали понятно рыжий но он против солнца находится сейчас нам нужно покрыть но не очень ярким давайте попробуем взять немножко охры даже такой песочный оттенок несколько добавлю сначала да мы растушуем и потом уже будем добавлять детальки на основную часть мордочки добавляю мне кажется можно в компанию к такому песочному добавить рыжий который будет более яркий и на ушко тоже на ушко тоже можно сделать даже в красноватый да немного уходит чуть-чуть такого добавляю ниже растушевываю где глазик тоже можно все это растушевать наверху в ушко туда нужно сделать более теплую желтенькую подложку где где белый да где белый мы не можем там прям белые взять потому что белого нас идет по контуру поэтому мы добавляем туда немного серого оттеночка белый пойдет наверх смягчаю так что касается белого да его можно на щечку легко добавляю оттушеваю чуть-чуть на подбородок и здесь можно будет воспользоваться сейчас посмотрю какой-то из моих плохо рисующих мелков например такой коричневатый он не очень четко рисует мало оставляет там пигмента но здесь он будет неплох и не уж так как раз показывал так там на фоне под бегает не знаю слышно или нет вот мягкий ротик искай пойдет так что странный до такой лайфхак но неплохой если есть какие-то плохо рисующие мелкие масляные пастели их тоже можно применить чуть-чуть его вы так чуть-чуть повеселее его делаем дальше от носика иду небольшую полосочку затемнение здесь можно начать находить глазик по форме сделать его почетче что касается кончика носа туда можно добавить довольно яркий оранжевый либо оранжево-красный мелок прямо где-то на беленький добавляю такой маленький треугольник показывая сверху да немного его откорректируя можно с белым мелочком и чтобы сделать отчетче снова беру коричневый в общем 100 с одной дата с другой стороны мы корректируем чтобы в итоге прийти к нужной линии золотистый желтый можно взять не очень яркий это под светлую часть там где пойдет лоб снизу носика тоже немножко здесь хорош был бы какой-то светло-желтые разбеленный можно вот даже бежевый попробовать мне один бежевый ближе к розовому а другой он более на я бы не сказал что он более желтый на вас посмотрю сейчас чтобы мягкий оттеночек нам сделать над глазками глаза по форме тоже корректируем чуть-чуть аккуратнее меньше делаем наверху такая дуга довольно округлая идет снизу добавляю светлый тогда скорее всего белый нам тоже будет нужен а пока можно вот с таким вот нейтральным сделать ушко перехожу и также наверху ухо добавляя намек на шерсть на пушистость я бы взяла даже поле золотистые либо просто более яркий желтый чтобы было посветлее и можно с белым перемешать аккуратненько здесь несколько волосков более светленьких пойдут можно уточнить край уха сделать там по интенсивнее белый на уголке и в целом форму уха справа округлее хочется сейчас у меня такие они новостренные уши учились немножечко постараюсь закруглить повернуть вниз в целом да он будет такой более красноватый уходящий можно туда немножко оранжевого вписать и тоже увожу наверх а там просится белый контур просится его прям продлить уху поэтому от белой части по тоненькой полосочкой показываем его здесь кисточкам как будто мы туда стремимся также можно еще разочек здесь добавлять уже белый немножко домой впитался так что получится где-то скорректировать эти части наверху где лоб то же самое но здесь уже вниз до светлую полоску чуть чуть ниже опускаю на лоб над глазиком идет светлый ближе к уголку глаза небольшой такой светлый треугольничек еще можно чуть-чуть щечку обозначить добавить туда белый втушевать капельку понадобится нам рыжеватый с ним от носика полоску еще более такую конкретную делаю и с оранжевым потихонечку добавляем сюда шерстку можно взять более золотистый даже но все равно он более приглушенный должен получаться сейчас я посмотрю еще покоричневатым так у меня есть вот такой нам может может в зеленцу уходить попробую да в этом случае прям прям неплохо работают неяркие оттенки тоже коричневый добавляю его наверх он и линию сделает потоньше по направлению чуть чуть больше вверх я бы развернула вот уже потихоньку становится больше объема белого капельку на лобик немножко можно пушисто оттушевать чуть-чуть нос лоб хорошо еще давайте чуть-чуть доделаем ухо пушистые волоски осветление делаю от глазика от внешней части глаза светло-бежевый может идти в сторону ухо немножко еще оранжевого вот сюда на височную часть так и коричневый с ним можно капельку прорисовать ухо оставив да при этом там свечение более насыщенное туда даже можно было бы еще какое-то с осветлением добавить я попробую даже да такой розоватый немного и на него на него давайте золотистый я возьму как будто острую острую сторону мелко например вот с другой стороны постараюсь постараюсь отлезть и вот так вот убрать и у меня мелочек с одной стороны он будет более острый и так намечаем 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 по размерчику сейчас проверим а можно более сделать глазик таким вертикальным попробовать за счет белого мелка капельку его вот так перекрою а и я бы наверное еще более резко его вниз убила уголок именно так уже такой более-менее глазастый да получается я очистила часть белого мелочка с обратной стороны потому что там поострее и я хочу сделать блик на глазики постараюсь туда попасть заодно его нужно будет чуть-чуть поднять такими очень легкими движениями так можно будет взять немного зеленоватого какого-нибудь и сделать глазик позеленее снизу особенно да и с черном еще чуть-чуть там постараюсь его затемнить сверху немножечко приподнимаю немножечко приподнимаю да и уголок у глаза тоже более темный пойдет конечно с мелком не самая простая задача но плюс-минус да можно передать еще чуть-чуть там блик я показала но надо будет поспокойнее немножечко сверху чтобы сильно не у не так удивлен был да наш код в общем работа такая прям очень аккуратненькая вроде бы и блик хочется да но и не хочется чтобы он так вот безумно смотрел поэтому то один тот другой постепенно добавляю туда уголочек немножко можно подчеркнуть по зеленому ну попробую еще туда капельку добавить да и в целом угол глаза мне можно сделать еще немного светлее у носика контур пока там еще осталась острая стор сторона у мелка можно это сделать хорошо несколько таких вот пушистостей на лобике отдельные волоски аккуратные также на ушки ближе к нам сейчас немного отдалю где где кисточки вот здесь добавляю прям вот немного немного пушистости туда и можно будет пойти дальше дальше можно с белым но не сильно на него давить показать где у нас полосочки более светлые пойдут немного растушевую немного растушевую можем взять снова светло-бежевый с которым работали и с ним уже идти дальше так по затемнениям таки они красновато-рыжие поэтому изначально до от глазика мы можем вообще взять оранжевый оттенок наметить полоску она вот в центр куда-то в центр головы прям стремится такая одна полосочка под глазиком да там тоже порыжее и начинаются уже следующие полосы еще одно ниже и доработать можно с бордовым вот этот у меня не очень ярко рисуют поэтому скорее всего возьму там поярче какой-то оттеночек сейчас только поставим вот такие вот небольшие точечки участки откуда растут усы дальше берем бордовый и уже более насыщенно можно проставить полоски немного вниз они разворачиваются дальше делаем которые рядом с глазиком такими легкими штрихами там где рот можно еще сделать его поконкретнее хотя бы затемнение от щечки показать можно эту линию делать не четко и сейчас снова можно взять оранжевый и с ним бордовые полосочки чуть чуть доделать перекрыть их этим цветом а после я думаю на них можно будет добавить уже такой желто-оранжевый более яркие то они могут в розовый добавляю золотистый и немножко смягчаю да в том числе а с бежевым мы можем сделать более четкую форму полоски по верхней части да там немного сократить ее так и золотистым немножко еще выходим к подбородочку оранжевый должно быть ощущение да что это чай все таки более серенькая а справа у нас пойдут рыжие туда давайте возьмем бордовый и сделаем разделение на несколько таких вот складочек этот мелок уже хуже рисует ну потому что слой накапливается поэтому можно взять можно взять какой-то мягкий у мальевича даже черный у меня чуть-чуть остался бордовый но там все равно добавлять нам затемнение по растушевке тут хороший вопрос либо очень мягко растушевываем либо вообще не растушевываем иначе у нас может теряться структура шерсти дальше более в такой бежевенький добавляю чтобы его с бордовым перемешать и ниже вот сюда уходим если он не слишком яркий получится то просто добавим туда оранжевый самое сложное конечно тоненькие линии передать и здесь нужно будет чуть чуть его облагородить это он очень растрепанный именно отдельные такие прядочки шерсти показываю на белый они могут заходить постепенно идем вниз и еще разочек смягчаю золотистым кстати на краешках там где ближе к белому тоже можно чуть-чуть пожелтее постараться сделать соединяю шеи идем ниже так ну что уже неплохо собрали да потихонечку мордочку хоть и где-то тяжело конечно подбираться да по полоскам но хочется да еще хочется сделать ее чуть-чуть темнее попробую аккуратно так наверное буду оставлять немного еще туда золотистого и даже можно было бы сейчас если получится желтенького туда на краешке для большего свечения затемняем можно коричневым но не сильно чтобы складочки там появились и да наверное пойдем ниже сейчас посмотрю по форме ну еще да мне немножко не хватает здесь вот вправо увести несколько и шерстинок в том числе и чуть-чуть подвинуть так вот яркий все хорошо да усы тогда на потом когда тут уже слой чуть-чуть произойдет магия он там впитается дальше дальше здесь можно уже посвободнее идти я возьму коричневый бортовый тут пойдет граница да с ножкой с бедром плюс спинка и нам надо наметить где пойдут более темные полосочки так чтобы рядами вот такими они шли так вот так вот так вот так по цветам да давайте сначала возьмем оранжевый заполним чуть-чуть попадая и на темные полоски снизу также потом я добавляю золотистый на лапке тоже он будет хорошо смотреться оттушевываю на светлые части светящиеся и между темных полосочек я золотистый туда добавлю тоже должна большая разница быть между светлой полосой и нашим рыжим котиком немножко да на белый заходим можно несколько рядов более таких выступающих ближе к шее соединяем соединяем я наверное тут не буду растушевывать просто за счет нанесения слоев пастели мы сформируем нужную шерстку светлой добавляю с левой стороны шерстку здесь подрисовываю следим чтобы они такие вот как пласты шерсти выглядели чтобы довольно объемно смотрелось над темными полосочками именно а вот которые темные их можно даже делать еще поярче такой красноватый оранжевый я бы их увела потом еще да будет потемнее когда будем в сторону спинки идти немного бордового в центр он даже в такой капельку уходит сиреневатый что ли мне кажется неплохо смотрится цвета хочется еще сверху добавить золотистым и давайте чуть-чуть желтенького туда на отдельные прядочки по направлению да полосочки там в разные стороны могут идти единственное по центру можно немного смягчить так вот объединить форму и хочется с каким-то светлым бликов рядом с белым может быть чуть-чуть кстати светлее где шея добавлю но растушую я попробую еще белый на шейку отдельными штрихами скорее всего сейчас уже будет лучше ложиться и с ним немножко мы можем заходить на светлые полосочки где-то там отдельные волоски попробовать показать соединяю с нижней частью где лапки в целом на лапки можно больше золотистого а где сами подушечки то есть там где белый нужно будет добавить светло-серый оттенок именно вниз оттушевываю наверх и можно на вторую лапку и замечательно какой красавчик получается но чуть-чуть другие полоски но думаю не страшно так бордовый снова будет нужен и делаем спинку продлеваю вот так вот полосы давайте наметим везде где нам точно нужны более темные и большие большие до полоски вот они идут по спине стремятся в центр такой дубой уводим сверху ближе к верхней части спины они будут более маленькими такими аккуратными затемняю чуть да нужно будет туда красноватого тот этот очень фиолетовый такой уходит затемню сразу справа и наверху наверху красноватым чуть-чуть снова захожу на верхнюю часть и почетче мы показываем свечение там уже так подсел этот слой наших золотистых поэтому получится где-то даже тоньше прорисовать захожу на деревья по правой стороне немного и тот же красноватый можно добавить еще на полоски на темные потом беру оранжевый с ним можно немного объединить и слева слева также добавляю золотистый ну вот такая подложка у нас есть дальше можно понемногу начать прорисовывать соединяя с правой частью заполнять заполнять бумагу и 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 потом еще добавим посветлее слева и 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 аккуратненько с ним сделать небольшие затемнения. Вот такие между светлыми полосками. И, кстати, наверх тоже неплохо бы его добавить. Там, где шея, голова, объединить. Худенький, да, немного получилось. Надо будет его распушистить по правой стороне. Возьму коричневый, который самый темный из моих. Он еще, знаете, сейчас из-за того, что недостаточно вот здесь пушистости. Кстати, с белым можно начать добавлять. Он как будто сидит такой более настороженный. Там более расслабленный. У меня такой серьезный. Вот получается. Добавляю немного пушистости правее с белым. Увеличим немного спинку. Ниже можно переходить на желтый. Его продлеваю. Потом точно так же, да, мы поступаем с оранжевым. Его на краешек тоже для такого свечения. И вот так вот постепенно мы переходим к более темному. И наращиваем немного шерсть нашего кота. Так же чуть пушистее потом нужно будет сделать, заходя на лапку. Тут можно уже со светлым более нейтральным. Тоже для объемчика. Тоже для объемчика. Четвертый котенок у меня вышел. Добавляю небольшие прорисовки светлым. Центр и левая сторона. Снизу светлое, пускай там будет немного. Заходим так же на маленькие полосочки. Наверху там немножко направление меняется. Как будто шерстинки поднимаются наверх. Можно несколько таких тоже сделать. Так, хорошо. Еще вот такой вот момент. Вот здесь, где больше бедро выступает. Для объема мне нужно еще несколько волосков вывести в сторону. Дальше золотистый. Добавляю туда на светло-бежевый для яркости. Наверху здесь немножечко соединяю. Выпускаю еще несколько волосков. Серединку надо будет тоже затемнить. Да, это получается вот этот самый плотный такой коричневый из моих. Как будто есть, да, есть небольшой момент, что у масляной пастели они капельку могут быть разбеленными такими. Здесь затушую, чтобы плотнее тон ложился. Вот так прям побольше. Как вариант, конечно, вы можете всегда добавлять немного черного. Чтобы он не смотрелся темно, можно добавлять красный. Либо вот в моем случае я возьму у меня черный, который рисует не очень сильно. Чуть-чуть он затемнит, и этого должно быть достаточно. По большому слою, кстати, вообще прям плохо рисуют эти мелочки. Но зато получается действительно тонкая линия. Минжерный. 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 Золотистым доделываю ряды шерсти справа, немного центр, тут немножко нам осталось спинку доделать. Какие-то из полосочек можно объединить, чтобы они не совсем такими полосатыми рядами шли. И на некоторые можно добавить красно-оранжевый. С правой стороны, прям совсем снизу, уже ближе к хвосту, да и там где контур, рядом с деревом, можно затемнить еще немножко. Чуть-чуть смягчаю. Уголочек рядом с лапкой здесь подрисовать тоже. В глубине шерсти наверху. Чуть-чуть захотелось потемнее сделать полосочку там, где мордочка. Ладно, несколько еще штрихов, несколько отдельных таких волосинок, мягких. Сверху чуть-чуть ряды подсвечиваю. Есть там, да, и отдельные такие волоски, на которые свет попал. Вот если получится, на спине несколько показать. Угу. Хорошо. Немного смягчу. Прям очень-очень легко. Вот так. Все равно чуть-чуть у меня здесь ряды полосок смущают, но там тоже они так идут. Несколько рыженьким перебью. Теперь приступаем к нижней части. Давайте сначала левую сторону, а потом уже доделаем хвост. В последнюю очередь. Нам понадобится оранжевый, чтобы мы могли показать вот здесь листик. Пускай он такой заходит сюда. Ну, как бы на переднем плане он идет. Я думаю, можно его сделать достаточно крупным. Так. И оттушуем мы его вот сюда вот налево. Можно добавить побольше яркости. Например, взять яркий желтый. Добавить на оранжевый сюда. И можно еще показать здесь осторожненько серединку. Вот таким вот красноватым. Чуть-чуть ее прочертить. Возможно, там капельку, да, добавить свечение, блик еще поверху. Прямо где-то несколько насыщенных таких светлых участков. Мне кажется, там есть еще пару листочков. Ну, давайте сначала мы сделаем зону вот этого домика. Там можно будет взять и коричневый, и, возможно, даже немножко к нему добавить серый. Там прям мягко все будем уводить. Потом доделаем вот здесь какую-то пушистенькую травку. Ну, тут додумаем. Серый можно взять темный. Хотя бы немного, чтобы у нас был такой единый цвет с тем, что выше. К низу, я думаю, можно будет увести в какой-то более нейтральный коричневатый. Не очень такой плотный. Также добавить оранжевый. И пускай он вниз, вот сюда уже уходит. Будто бы там еще, да, есть какие-то листики. Прям мягко-мягко. Так, что касается дерева, на котором котик сидит. Здесь его краешек можно показать. Вот тут как раз останется местечко под зеленый. С коричневым осторожно подходим к лапкам. Немного затемняю здесь. Можно более такую четкую линию попробовать сделать. Возможно, чуть-чуть, да, с белым. Вы смягчите здесь краешек. Вот так. И туда добавить можно светло-светло-коричневый, либо бежевый. Лучше, чтобы он немножко уходил в такой теплый. И даже еще немножко свечения наверх. Я добавлю белый, а на него можно добавить будет немного желтого, теплого. Здесь, наверное, лучше не растушевывать, чтобы оставалась видна текстура. А затемнить, наоборот, уже сверху, там, где у нас идут деревья. Чтобы дерево больше выделялось, несколько туда таких коричневых пятнышек. Совсем немножко. Так, тут как будто еще что-ли просвечивает, да, часть дерева. Давайте легко покажу. Добавлю туда такой желтоватый, песочный. Тоже сверху подсветим. И сделаем дерево. Или сразу сделать этот кустик. Ну, можно кустик этот сделать. Там нужен будет оливковый оттеночек. Покажем, что тут какая-то зелень, растительность такая есть. Книзу, причем, тоже более мягко. Можно увести, вот так вот, втушевать. С оранжевым, с коричневым. А наверху сделаем более четко. Где-то по цвету на мою бумагу похож оттенок. Вот такими точечными, да, пушистенькими движениями. А потом туда нам бы яркости можем взять желтый. Я думаю, даже какой-то белый, либо желтый яркий можно добавить. Вот так, чтобы краешки тоже светились. Заходим немного на дерево. Книзу можно слегка растушевать. И добавить там буквально несколько тоже каких-то. Теперь мы сделаем коричневым. Добавим вот сюда участки на дерево. Сверху много его не буду добавлять. Потому что там будет у нас идти свет. По хвостику смотрим. Контур можно тоже показать. Вниз сильно уводить не буду. Добавляю. Коричневый. Так же по правой стороне. Туда же можно домешать какой-то более светленький. Давайте еще посветлее возьму. И он может быть более теплым. Первые слои можно легко растушевать. Сделать это вот так вот горизонтально. Добавили немножко снизу. Снизу я бы увела в оттеночек, который будет приближен. Где-то к рыжему и к вот такому. По тону хотя бы. Чтобы они мягко объединялись. Такой вот легкий коричневатый. Сюда можно. Его же на верхней части. А потом красноватым слегка доработаю фон. И соединю с деревом справа. Сейчас возьмем более теплый. Можно взять даже золотистый. Добавить его немножко на дерево. И потом с левой стороны проработать со светлым. Светло-бежевый. Какой-то может быть. С ним более четкий контур по левой части. И здесь можно попробовать оставлять вот такую фактуру. Уже ничего не растушевывать. Чтобы было больше похоже на деревянную поверхность. Я добавлю даже туда черный. Но вот так вот не очень интенсивно. По чуть-чуть. Снизу смягчаю. И мне хочется тоже, знаете, чтобы так вот неоднородно низ выглядел. Добавлю сюда коричневатый мелочек. Здесь уже... Здесь пускай у меня будет в таком вот все образ фокусе. Мягком. Растушевываю такими круговыми движениями. Чтобы все мягко получалось. И как будто из туманчика у нас появляется дерево. Вроде бы оно округлое кажется здесь. Поэтому можно чуть показать это сверху. Добавить еще дополнительные текстуры. Почетче контур рядом с котиком. И там где сидит котик, здесь оно уже все будет более темное. От хвоста, от котика, здесь может тень пойти. Тут может чуть меньше уже быть видна бумага. И несколько вот таких полосочек добавим. Подхожу ближе к хвостику с одной и с другой стороны. Фактурку также с другой стороны добавляем. Но здесь по ощущениям больше такого красноватого. Можно красненький мелочек добавить. Чтобы было поинтереснее, немного свечения показать с желтеньким таким. И чуть-чуть вот здесь, где спинка кота, можно втушевать слегка в фон. Парочку только посмотрим сейчас вот здесь таких бликов. Их оставить. Немного еще дорабатываю со светлым сверху. Можно даже несколько полосочек белого сделать. Там и на одном, и на другом дереве. Повыше здесь, посветлее показать. Хорошо. Да, тут мы свет добавили. А теперь еще уплотняем по правой стороне. И будем соединять здесь с нашим котом. Коричневый ближе к коту подвожу. У него такой красноватый может пойти. Немножечко смягчаю. Если нужно сделать еще плотнее, затемнить, то можно аккуратно с черным. Делаю вот такое более мягкое соединение. И частично некоторые волоски, шерстинки, можно показать, что у кота вот они уходят вот сюда, да? На само дерево. Могут быть такие красноватые, могут быть рыжеватые. Угу. Котика мы посадили. Единственное, сейчас обратила внимание, какое-то очень начало такое у него большое у хвоста. Сокращаю немножко. Смягчу еще, где пойдет спинка. И давайте будем делать наш полосатый хвостик. Хвостик прямо в тени находится. Первый цвет, который можем нанести, с таким красноватым, рыжеватым он может быть. И больше золотистого в охру добавляю снизу. Это чтобы я опять же могла растушевывать. И вот так вот мягко-мягко фон все это увести. Дальше нам понадобится сделать полосочки. Давайте еще чуть-чуть более оранжевый его добавим. Угу. На светлые мы можем добавлять вот такие золотистые. А свет, свет, ну как-то посерединке здесь находится. Поэтому затемнение слева и справа они тут будут. Беру темно-красный. С ним показываю темные участки. На хвосте хвостик. Вот такими вот округлыми полосочками у нас в итоге должен получиться. А давайте возьму бордовый. Вот такой, который выше я использовала. С ним получится потемнее. Вот такие полосы намечаем. Делаю их помягче. А по бокам можно увести сейчас в коричневый. Все части. И те, которые более светлые и более темные. Все вместе. Чтобы объем у нас оставался по центру. Немного яркости. И можно чуть больше желтоватым. Потому что он сейчас такой в рыженький, в красный. Добавляю отдельные волоски. Более светлые. И возможно чуть... Давайте посмотрим. Чуть-чуть плотнее. Немного яркости. Немного яркости. Немного яркости. Затемнение на нижнюю часть хвоста. Покажу здесь больше волосков. Чтобы побольше текстуры было. Но в то же время в тень уводим. Но в то же время в тень уводим. Хорошо. Капельку затемнений на полоски. На темные уже сейчас. Чуть-чуть светлые. Чуть-чуть светлые. Заодно сокращаю. Хочется вроде бы с одной стороны сделать светлее. Но там он довольно мягкий. Поэтому давайте так мы оставим. Проверим только справа снизу. Там почетче можно некоторые из волосков показать. Они пойдут вот по правой стороне. Нужно темнее нам сделать вот здесь нижнюю часть. И возможно за счет дерева слегка поярче. Слегка поярче деревья. Чтобы силуэт больше проглядывал. Даже вот такой вот в розоватый немного нанесу. Вот. Да. Немножко растушевала. Так получше. Здесь сильно какую-то текстуру дерева не буду показывать. Да. Чтобы хвостик вот такой вот был довольно мягкий. Ну и там особо его не видно. Последние такие доделочки. Можно с рыжим на светло. Несколько отдельных волосков на нижней. Если нужно. Так. По нашему дереву. По дереву нормально. Чуть-чуть можно поплотнее. Ближе к нижней части. Либо добавить еще мелочка. Либо растушевать. Но здесь где слегка светится бумага. Мне кажется тоже неплохо выглядит. Хорошо. Мы с вами основное сделали. Пару доработок я бы сейчас внесла по большому листику. И нам остается сделать усы. Потому что очень там он какой-то такой тоненький получился. Хочется его сделать побольше. Беру оранжевый мелочек. С левой стороны немножко его добавлю. И заодно я хочу его немного втушевать в фон. Добавляю слегка желтого сюда. Увожу вниз левую сторону. Парочку желтых акцентов на листике снизу. Отлично. Да. Тогда мы так оставляем. Давайте поговорим про усы. Здесь в том числе небольшие доделочки у нас будут. Я передвину даже давайте пониже. Чтобы можно было приблизить максимально. Там и усы даже и брови у нас пойдут. Брови тоже надо будет сделать. Это все вибрисы, которые есть у котиков. Берем белый мелочек. Его чистим. Лучше чтобы у нас была такая плюс-минус острая сторона. И делаем мы это достаточно аккуратно. Я думаю, что у нас должно получиться. Но во всяком случае сделайте просто поменьше усов, бровей и всего. Если переживаете, что может там не получиться. Итак, с верхней части можем начинать. Тоненькими вот такими движениями. Очень легко. Добавляем волоски. Есть они еще у носика. Здесь тоже совсем-совсем вот так вот. Минимально начинать можно с любой стороны. Да, как вам удобно. Главное, чтобы они получились вот такими вот небольшими и аккуратными. Сильно на мелочек не давите. Так. А есть у нас еще подлиннее, понятно, да, снизу. Вообще у него многовато там усов. Для маленького котенка. Поэтому предлагаю сделать чуть-чуть меньше. Это те усы, которые пойдут по дальней стороне. Которые на щечке на передней мы ведем из щеки. Соответственно, некоторые могут уходить в сторону. С вот таким вот поворотиком. Лучше меньше, чем больше. Поэтому много делать сейчас нам не надо. Какие-то там вправо ушли. А можно парочку длинных сделать вот слева. На темном фоне как раз они должны хорошо смотреться. И какой-нибудь круглый. Давайте вот сверху пустим. А у бровок тоже можно парочку более округлых. Вот так вот уходят. Если очень яркий, вы всегда можете пальчиком немножко смягчать. Тогда они станут и как будто более тонкими визуально. И будут помягче смотреться. Отлично. То же самое можно сейчас доделать с ушками, если нужно. Какие-то кисточки можно показать. Можно сделать отдельные волоски по краешку. Тоже небольшие. Для большей такой достоверности и пушистости. Подчеркну еще где носик посветлее. На грудке. Парочку каких-то отдельных волосков. Так. Ну что. Усатый, да, у нас котик получился. Теперь. Здесь, где длинные, немного их хочу смягчить. Какой-то прям поярче. Да, я думаю, что хорошо. Можно будет так оставить. Давайте теперь посмотрим в целом всю картину. Я ее перемещаю. Будем отдалять. Смотреть, что у нас получилось. Так. Тут все мои мелочки. Вот такая вот красота у нас получается. Снизу, да, чуть больше осталось рамочки. Но мне кажется, неплохо. Но я бы пару, пару вот здесь миллиметров я бы, наверное, убрала. Угу. Прекрасная, да, такая полноценная композиция. Очень осенняя. Можно работу подписать. Нашу красивую. Не зря мы столько трудились. И на этом будем завершать. Мелком подписать точно не смогу. Поэтому попробую сделать это карандашом вот таким цветным. белым, ну, бежевым. Попробую, где свободное местечко. Получится ли у меня. Ну, да. Потому что мелком это будет точно сделать практически нереально. Вот так вот. Поставлю свою подпись. Получилось у нас очень хорошо. Мне кажется, замечательной идеей была нарисовать такого котика. Я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, все получилось. И было интересно вообще порисовать масляной пастелью. Спасибо вам большое за внимание. И увидимся. Пока-пока.